Всем привет! Сейчас я прокомментирую и возможно поугараю над рекламой Эклипс Мафия, который был снят в октябре 2010 года и показывали по телевизору в 2010-2011 году. Эти съемки проводились в Италии, в одном из итальянских ресторанов. Ну что ж, начинай! Однажды в октябре в ресторане, я решил познакомиться с прекрасным. Классно! А прекрасным со мной. Вот это да! Но я не учел главного. Орё, атака! Как опасно! Хорошо, что у меня есть Эклипс. Эклипс. Думаю, что устранить неприятных запах. Круто! Во! Увей у себя! Это брависсимо! Невероятно! Да ведь, ребята? Так, режиссер? Да. Что-то выделено из произведения Уильяма Шекспира, Ромео и Джульетта. Вот поцелуй в конце рекламы и поцелуй в конце произведения Шекспира. Задумано просто невероятно. Эх, ну что там говорить. Сейчас кое-что продолжу. А именно продолжу кое-какой разговор. Расскажу интересные факты. Ну что ж, начинаю. После горячего романа с бразильской танцовщицей, главный герой компании Егор вновь в свободе и ищет новую любовь, на этот раз в Италии. Но у него опять находятся противники, и они надеются помешать личному счастью парня. Итальянские мафиози пытались обезвредить Егора с помощью чеснока. Но это последнее, что может остановить его. Потому что во всех путешествиях рядом с ним освежающая жевательная резинка «Эклипс». Ролик снимал известный в Италии режиссер Аго Панини. Перед ним стояла задача превратить классический кинематографический образ итальянской мафии в ироническую современную картину. Такой же бриф добавить свежести в классику получила известная Эсси Джаз группа Депхаз. Они сделали обработку композиции «Санта Лусия», которая звучит в ролике. Актер, занятый в проекте, стараниями итальянских стилистов тоже преобразился. У него изменилась прическа и появилась модная небритость. Ролик, снятый в октябре 2010 года, в начале мая появился в кинотеатрах, а в июне начнутся трансляции на ТВ. Ну, это было в 2010-2011 году. Да, помню эту рекламу с 15-16 лет. Это все гениально просто. Вот даже вот я представил троих футболистов. Двух французских, одного итальянского. Ну, первого представлю. Футболиста Марселя Андре Пьер Женьяк. Второго футболиста, бывший футболист Марселя, ныне игрок московского «Динамо», с ростом 167 сантиметров. Это Матье Вальбуэна. Ну, и третьего это футболист московского «Спартака», защитник итальянский. Играл в казанском «Рубине», а еще раньше в итальянском «Дженуа» Сальваторе Бокетти. Сейчас я найду и покажу. Вот он, футболист московского «Спартака», Сальваторе Бокетти. Если бы он снялся, это был бы отпад. Да, ну что ж, всем пока!